мы слушали только каменный остров трючок потом выходил еще один сингл мы его не стали слушать для того чтобы послушать целиком все это для того чтобы послушать это как концепт как большой звук как что-то новое судя потому что мы услышали в каменном острове судя потому что кок сам говорил хочется понять да такой вроде как мягкий звучок да вот эту обложку мы видели эту обложку мы не видели это вероятно обложка со 2 сингла да и по итогу у нас здесь вот на альбоме вот такая вот обложка по итогу получается очень интересно да что написано что артист рассказал об альбоме перед его релизом на несколько вопросов ответил у тебя выходит альбом и мне опять нужно придумывать жанровый теги к новой музыке помоги как бы ты сам описал джангл bedroom pop нашим первым интервью 20 все да мы говорим про музыку бурай бурел и кларк как заметные ориентиры а сейчас это кто я слушал много музыки из детства много из того что не включал брат плюс вспомнил что у меня есть бас-гитара обычно использовал и для пары сэмплов оттуда чтобы поменять подход и писать прогрессии с помощью бас-гитары не могу сказать что на меня повлиял thundercat это будет восхваление себя еще рано почему на джангл обратился к живым инструментом это стало логичным продолжением дискографии из первого у меня был просто лэптоп лаптоп микрофон и получше сим ты поинтереснее хотя добавили звук режиссеры а тут уже музыканты посерьезнее и подписчики подключились с одной стороны это твой самый музыкальный альбом с другой есть ощущение что в плане стримингов будет хуже ты об этом думаешь в этот раз я забил мне кажется джангл будет более долгоиграющим потому что тут альбома музыки они опережит их эмоциях о вот это неплохой инсайдик на самом деле тут альбом о музыке они пережитых эмоциях то есть здесь получается все таки основа это музыкальная составляющая с другой стороны блин не сказал бы я что в прошлом альбоме не так там конечно да и могу есть непосредственно концептуальное движение до артиста перерождение все такое музыкальная составляющая так то жесткая как-то команда его приняла там музыканты им понравилось все его назвали самым взрослым ну да блин смотреть по отзыву музыкантов конечно это такое часто музыкантам конечно может ну за другой стороны смотря что хочет сам артиста что хочет сам артист если бы он хотел как вот они спрашивают по поводу стримов коммерции из того что мы послушали по поводу леса но это явно не она если бы он стремился в эту 100 остров да не леса в остров конечно же если бы он стремился в эту сторону вряд ли бы это было то что вот мы имеем да здесь даже конфеточку честь такого дела музыкантам понравилось его и данный же кока которому надо еще и коммерчески этот альбом продвигать и да конечно мы что-то под сократили но редакционных моментов было минимум все восприняли эту работу как мое творческое решение да чисто короче это вот прям кайф для музыканта и музыкантов характеровки были из-за заряда давай все-таки из 6 минутного трека сделаем 3 минуты а потом будет делюкс в виде режиссерской версии мы даже кока я думаю артистов еще есть подход завышенной самокритичности до выхода творчества в свет вова тоже этим грешит действительно самая от души составленным работу где у него была полная свобода творчества и мысли мы ограничивали только когда это выходило за границу восприятия слушателей демократия но в пределах того что надо тем кто все контролирует но все реакции арбом пока говорят о том что там есть два-три хитовых треков хотя по сути это же просто песни который хотел спеть вову стально то что он соберет по стримам как минимум также как и могу хотя он в два раза меньше серьезно но тут такой нюанс да с одной стороны очень прошаренный в творчестве человек очень прошаренный а с другой стороны он все-таки менеджер кока который должен говорить как бы и по делу но и с пользой и в сторону своего артиста поэтому при всем уважении мы можем сомневаться в искренности сказанного да это альбом ты записывал на стримах вместе со слушателями что что это за история это был эксперимент я не знал к чему он приведет просто хотелось поработать с новыми людьми и развить комьюнити вокруг себя придумали сына и даши филин клипмейкер и видеограф ответственная за большинство клипковка что можем в течение 13 этапов давать различные задания музыкантам разного уровня чтобы любой мог принять участие в создании альбома иногда просили сделать аккомпанемент на определенном инструменте либо нарезать сэмпл либо просто отправить голосовой где ты поешь самый яркий пример с альбома трек под потолком сделан из голосового сообщения девчонки мы обалдели на стриме и в итоге за полчаса сделали трек короче описание как у чего-то супер гениально реально супер гениально вот чем гениально отличается от трэша очень часто что-то гениальное она как вот сильно граничит потому что это же круг это же круг да и вот мы начинаем с цифры 0 кринжатин слабо дерьмово и начинаем увеличивать увеличим 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 и когда мы подходим вот вот 9 часов когда мы проходим и вот начинаем идти сюда тут уже становится просто концентрат чего-то невообразимого гениального сложного навороченного и безумия на грани фантастики и вот максимальный топ он очень граничит с нулем очень граничит с нулем и вот это вот граница вымышленная естественно граница разделяющая всеобщее принятие и обожание чего-то нового ранее не существующего и вау эффекта эффекта разрывавшейся бомбы или чего-то оставшегося на уровне 0 и это математически не про непросчитываемая вещь будь то живопись литература или музыкальная составляющая музыкальная композиция и здесь она либо как-то состыкается с временем до несет он реально какую-то идею музыкальную либо новшество какое-то которого не было либо просто собрана из чего-то переосмысленные формы чего-то старого настолько ярко склеены и слеплены типа как вот jpeg мафия да вот делает или еще какие-то ребята которые стараются делать что-то сложное навороченное интересно блин прям вот описание пока такое все эти стримы люди народ да что вот и дан такой типа бро это творчество но а профессиональный музыкант участвует в создании джангла уже скептический такой вопрос да типа но висели на стриме это конечно кайф а чё там оса был задействован и мои друзья музыканты позвал кореша саксофонистов с консерваторским образованием который очень по-отцовски относится к музыке он сильно повлиял на итоговый альбом но в основном просто подписчики я запрещал друзьям участвовать в стримах с аудиторией потому что знал средних есть талантливые музыканты которые понимают за какие струнки дергать сколько ушло на создание альбома где-то год когда были в туре сымага скучали в поездках ты 36 часов едешь непонятно куда ну смысле понятно конечно же у нас был рекордер стали записывать звуки подстаканников роллтона и всего вокруг так получился трек одно большое сердце а потом я уехал в японию начал накидывать идеи но все ушли в стол потом было затишье после которого начали историю с подписчиками 80 процентов альбома написалось этим летом это даже слышно он вышел достаточно теплым твои прошлые альбомы записывались состоянии перманентного мрака про этот ты говорил что писал его в чувстве внутреннего комфорта как это на музыке сказывается ну мягкость наверное должна быть это же и хорошие эмоции любые эмоции могут ввести музыку в определенную сторону сегодня поешь про то что тебе разбили сердце все хреново хочу утопиться а завтра у меня дома тепло и уютно меня любят вау хочу утопиться дэм бро и музыка звучит уже совсем иначе но я же не говорю о том что у меня все супер стабильно из-за моей натуры какой-то сумбур все равно присутствует абсурд и приключений кто не отменял мне бывает грустный в альбоме это слышно он не только уютный мне казалось что твоя карьера сильно шагнула вперед как только ты стал больше работать над текстами при этом на джангли ты их не писал осознанно а накидывал время стримов почему хотелось сдвинуть баланс сторону музыки ну да вот опять же да то есть он говорит по поводу музла у тебя может быть безумно замороченный текст когда нельзя отвлекать слушателя битом возьми джоджи он поет бред это просто поток эмоций но то как он это делает и какой создает вайп это гениально я решил не писать тексты заранее просто включал микрофон подбирал слова которые складывались в общую картину понятно что потом я уже редактировал тексту но не хотелось писать новую квалию где я рассказываю хрень непонятным непонятными оборотами ну обесценивать качественный прям очень сложный текст я и в жизни особо оксимирон не владею языком так как хотелось бы решил тут ничего себя не строить а передать эмоции ну короче полностью да вот он вот прям полностью но это же он же чё он же прошел стадию имагу да он же он же вылупился он же вылупился полностью из кокона и вот полетел и вот летит поэтому мы никак не сможем загнать его обратно в то состояние из которым он пытается себя искать и пытается вылезти вот он вылез распушился и пошел визуал есть к этому альбома добавил несколько слов я рад наконец-то представить вам нашу коллаборацию целиком эта история моей встречи с прошлыми версиями себя о пересмыслении мира взгляде на него с нового ракурса в общем о том что происходило со мной в последнее время после выхода имагу ну база база пляж страшно приступать честно говоря могу могу но пословину до того что было да конечно конечно сто процентов вот как это сравнивать пока непонятно совершенно но из того что там написано все эти войс и подписчиков голосовые сообщения куски каких-то работ творчество в чистом виде но насколько да насколько она все-таки с то есть это что это прям просто валяющиеся не ограненные алмазы да или все-таки брюлики хоть немножечко хоть как-то есть да хотя бы очищенные вот этот раз если вы берете до россыпи алмазов она даже не блестит там вот она она как камешки закрытые то есть она прям погнали мы слушали трек каменный остров один трек сам по себе воспринимался очень странно слушаем внимательно заново после этого трека сразу переходим на да меня не забуду твою улыбку может я ушел навсегда буду помнить свою ошибку я помню каменный остров там сияю как фосфор бегу от русей играю в прятки со сломенным носом слетаю в космос ты меня вспомнишь вряд ли я опять вспомню эту песню не могу вспомнить как формирую вы сейчас Доброе утро, здесь. Доброе утро, здесь. Космос, ты меня вспомнишь, вряд ли, был влюбленным подростком, таким и остался, бежал от проблем, заливаясь ядом, со сломанным носом, слетаем в космос, но тебя нету, ведь ты улетишь туда, где будет теплее, оставишь белые ночи, небы, знаю, ты улетишь, и я оставлю себе эти белые ночи. На чертный день, а ты улетишь туда, где будет теплее, оставишь белые ночи, меня и апрель, знаю, ты улетишь, и я оставлю себе эти белые ночи. На чертный день. Переход, да? На альбоме 4 трек, в которых скрыт дополнительный текст. Видео можно только при помощи спектрального анализатора. На данном треке есть посылка, которая начинается с 3.10. Альбом придется слушать под иным углом. На этом своем телеграм-канале я бы показал другого трека. Спектральный текст на этот альбом про любовь, про идеализацию образа, теплые воспоминания, чувства и признание к любви к музыке героя, ну или как романтик всячески признается в любви к кому-то. Абсолютно не обращая внимания на реальность, тихотевшая жизнь и внешние факторы, слушатель это все впитывает, а потом понимает, о чем речь. Почему композиции так отличаются от привычного амплуа артиста, а потом оказывается, что вот этот вот сон или просто зон-аут. По факту герой живет сценой, аудиторией и отдачей от нее. Приходя домой, допустим, после честы мощных концертов музыканты оказываются в полном одиночестве, холоде и растерянности, но в релизную версию трека текст не попал. Как в фильме летим горизонт, на шестой передаче, я сам предул это кино, в жизни все было иначе, актриса плачет. Драйв-стайл, надо было. Я выбрал не тот повырок. Вижу, как и хочется быть в одиночестве. Проносится эхом, отчетливым смехом. Ты наблюдал, как ты корчишься в этом сообществе. Создали помехи. Самки свои веки. Я ты. Я ты. Самки свои веки. Я ты. Я ты. Создали помехи. Я ты и эхо. В два человека. Только я, ты и эхо. Я эхо ты. Я эхо ты. Слышю только помехи. Я люблю скорость, как Ferrari в ссоры. Я сам приду это кино В жизни злые ночи Только я, ты и я 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 Только пьяный и эхо Слышу только помехи Только помехи Только пятый и эхот Я эхот и эхот Два человека Два человека Только пятый и эхот Только я эхот и эхот Слышу только о мехе Только о мехе Только пятый и эхот Только я эхот и эхот Два человека Два человека да переходы так значит так но это достаточно крепко исполнено если в первом треке были какие-то вопросы с тем что там определенные парты особенно в первых частях до было неудачно здесь очень ровно очень ровно знаете какой-то момент странно так пробило до что вот творческих людей от артистов коммерческих и от бизнесменов в целом отличает прям и разящая разница она прям четко проходит а творческие люди они рискуют то есть вот сейчас да по идее вове коку и его команде им надо было просто укрепить успех развить идею немножечко и мага чуть-чуть сделать помягче может быть где-то скрилокса добавить где-то еще чего-то не как бы вот такую долбежку понятно да и правом сделать второй альбом вот учесть недочеты все которые даже были да и сделать коммерчески вырезанную пустышку охуенного качества и проблемы им это не составило команда сильная все же все шарят за музыку все мастера этого дерьма но творческий человек он рискует реально он рискует потому что вообще он в целом и сделал весь все ты все это и магу и вообще все все свое творчество только потому что он раздвигал рамки доступного для себя лес и в хип-хоп и в электронщину и туда и сюда и какие-то альтернативные вещи совмещал это все лепил непонятно да и лепил лепил и шел 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 именно благодаря этому он и добрался до таких так сказать высот в музыке и создал этот альбом свой качественный предыдущий имеется ввиду и теперь он просто полез в другую стезю есть конечно здесь синт да есть ambient безусловно но в целом конечно это вообще другая история абсолютно мог ли он улучшить свой электронный саунд я думаю да из прошлого альбома в том числе мог но он шагает в неизвестность для себя я думаю в целом этот мув вряд ли одобрили так или иначе ну все что зависело по крайней мере да от людей которые могли правильно посчитать коммерческий успех они сказали меня бро ну 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 пиздец ну кому я конечно буду отмазывать но это же пиздец но типа в таком духе вероятнее все было но он просто взял типа ну и попробовал сделать что-то несвойственное до рынку и тут опять же два варианта у него либо все таки а ну ладно и могу это что-то такое что что получилось неплохо это уже такая душная хрень для музыкантов и вот здесь когда так люди говорят душная хрень для музыкантов они могут быть сильно правы потому что какая-то вещь вот как и дан сказал же да по поводу доступности для слушателя когда музыкант уходит в далекие дали и думает что кто-то что-то не понял да типа вы не понимаете а это супер эстетика смотрите посмотрите настолько это круто как это вы можете не ценить там это же вот это тоже так сложно это же так посмотрите на вокал посмотрите на разнообразие инструментов на панораму на как это все сочетается типа это все это уже эмоции при которых ты сидишь и именно получаешь наслаждение от музыки то есть ты не используешь музыку как призму своей жизни да то есть вот есть твоя жизнь она вот такая большая для тебя а есть музыка которую ты слушаешь она вот такая у большинства людей и она просто как типа ну норм да норм а здесь должен просто раскрыть музыку вот так сам сузится зал здесь рез Forty и поглощать музыку как только лишь музыку не как часть маленькой своей жизни а как самоцельный смысл да и вот тут как бы баланс надо удержать чтобы мы могли остаться на вайбе того что мы все-таки слушатели мы не музыканты которые сидят и нас Наслаждаются инструментами, да, отдельными кусочками, а мы слушатели все-таки. И вот как будто здесь он прошел на тоненьком. На тоненьком, особенно вот в последнем куплете, да, если бы еще у нас было развитие, ну, со сложным каким-то эмбиентом, звучанием, не знаю, может быть, это заходило бы. В целом это довольно крепко. Это не слышится как... Вот первый трек, честно, слышится как попытка. Есть там прикольные парты отдельные, но в целом его целостность под вопросом. Здесь трек гораздо более целостный. Собранный, причесанный, звучит очень неплохо. Я эхо, ты эхо, сам придумал это кино, в жизни все было иначе, плачет, поворот, хочется одиночества, эхом, смехом, корчится сообщество. Да. Короче, да, суть просто в том, что... Есть артисты, есть творческие люди. Куок творческий человек, да, 100%. И он вот прям топит за то, чтобы пробовать дальше. Может ли он откопать воду в этом? И стать прям... У него два варианта, короче. В общем, Куок не будет средним музыкантом, который просто лутает бабки на этом. Не будет. Он либо будет легендой, либо вообще никем. Все его менеджеры и команда захейтят, скажут, ты заебал, короче. Это не продается, твое дерьмо. И уйдут. Да, либо... Это все взлетит страшно. Все-таки, да, мы так и знали. Мы так и знали. Все сразу, когда, блядь, сложный человек со сложной музыкой приходит к успеху, все начинают подсирать и рассказывать, что они так и думали. А по факту пиздели и хейтили, да, все время, пока он шел. Сразу появляется много друзей и одобрителей. Охуенно, да. Ну, для, короче, для Эриска пока это звучит очень сносно. Для какого-то творчества эксперимента, творческого, с которого с головой он погрузился, это звучит очень сносно. Ну, это не JPEG Mafia, да. С Дэнни Брауном или его сольные альбомы перед этого. Это же полный пиздец. Здесь есть, в принципе, какая-то гармония звуков. Очень хорошо он, допустим, вот в предприпеве, в постприпеве, конечно же, отработал. Тут не совсем понятно, надо понимать контекст, наверное, если это правда вообще. Я думал, что это про кроличьи нору или там про матрицу или еще какие-то такие вещи. Но если это отсылка на песню, то не знаю. То я не понял этого. Неплохо. Это пока крепко, правда. То есть это можно слушать. Просто, знаете, бывает иногда, вот я сейчас на первом треке, ну, просто вот мы же втянулись, мы послушали то, что мы не слушали, и у нас появились ожидания. Мы послушали интро, которую до этого слушали, и еще первый трючок, да, вот поэтому. Сформировалась более-менее цельная картина. Если есть те, кто любит, да, давай быстрее, можете промотать на повторе. А те, кому интересно погрузиться в альбом и понять вообще, что происходит, можете послушать, что я сейчас буду дальше высирать, да, по этому поводу. Что я понял. То есть бывает творчество, когда артист пытается, еще знаете, какая проблема есть? Творчество, псевдотворчество, когда артист пытается сделать нарочито сложно, излишне непонятно, и вот есть художники такие, которые просто хотят быть не такими. Вот он, блядь, вот он не такой, и он просто старается убедить всех в том, что это они что-то не поняли. Это не хуйня, а они что-то не поняли, да. И вот здесь вот как раз вот этот момент, да, где я говорил до этого, вот эти часики, да, где есть ноль и есть сто. И художник, он пытается всех убедить, что это сто, а ему все говорят, нет, чувак, это ноль ебаный. Да не, вы не поняли, это сто, да, нет, бля, бля, братан, это ноль. Вот, и вот эта граница, да, где ноль, где сто, граница, она обусловлена все-таки какой-то адекватностью, пониманием времени. То есть вот, допустим, вот смотрим мы моду, да, какую-то, и есть челики, которые прям какие-то безобразные ебанутые вещи кричащие делают. Вот ходят там всякую хуйню на голову, моделям лепят. Прям нарчи-то, чтобы вот смотрите, какой я эстет. Вот прям хуйня когда, да, прям вот параша, ей же ебаные. А есть просто вещи кричащие, яркие, но они в тему. Вот, например, да, вот просто примером. Вот почему пошли все эти вещи, которые там старые, потрепанные, рваные, да, вот они продаются в таком виде уже все такие, бля, типа ебать, это круто. И это реально круто. Есть этому объяснение, абсолютно понятно. Суть заключается в том, что стало очень много товаров, очень много потребления, очень много вот этих ярких, кричащих, таких лощеных вещей, которые все новые, идеальные, все люди стали, все там красота женщин в какой-то ебаной идеальности, да, все это там надутое, перекрашенное, выкрашенное, что все уже такие, блядь, стоп, люди, которые этим перекормлены, они хотят уже поиметь что-то, что якобы содержит пройденное временем, да, то есть, допустим, вещь, которая продается новая, она из качественных тканей, но как будто бы уже изначально потасканная, вся там пошарпанная, дырявая, рваная там, почему она пиздатая? Потому что создается впечатление и ощущение, что она прошла какое-то время, в ней есть жизнь и она поэтому живая, это не просто пластмассовая хуйня, которая вот выкатилась с потока, да, бесконечная вся вот эта лощеная, а это что-то эстетичное, то, что уже пожило, потому что сейчас, в общем, да, в медиапространстве, вообще в нашем социуме 23-го года, есть мало вещей, которые имеют ценность. Все хуйня, вне зависимости, это украшения, которые стоят дорого, там, миллионы рублей, десятки тысяч долларов, это все хуйня, все равно хуйня. Музыка, говно и однодневки, одежда, даже брендовая, там, луи-ху-юй, говно. Все, блядь, жвачка, попкорн и дерьмо. Поэтому люди стараются создать какие-то ценности, которые, блядь, действительно визуально, но это для тех, кто, да, кто живет в этих ценностях, кто это впитывает, поэтому это, так сказать, на таком хай-энд уровне идет, но все равно суть в этом заключается, что это имеет какую-то ценность, потому что оно просуществовало время, потому что уже ничего не ценится, как, блядь, охуенные мысли, кстати, да, вот, но вот эта вся тема наводит интересные мысли. Сейчас постараюсь сформулировать, да. Это ценность определяется количеством времени, которое вещь просуществовала в мире. Почему ценные картины, которые, ой, ебать, как док, смотрите, разве так кто-то не нарисует? Если вы по музеону походите, вот в Москве, там художники выставляются, они гораздо пиздачей рисуют, чем вот художники прошлого. С точки зрения техники, все очень красиво, разные техники, импрессионизм, что хотите, реализм, ебать, как круто нарисован. Вот, но это, как бы, я не скажу, что про всех, но в большинстве вот того, что стоит, оно идеально, но хуйня. Вот как нейросеть может сделать идеально, как любая картинка с интернет, она на хуй не нужна. Вот, и поэтому люди стараются добавлять какие-то шумы, какие-то перкуссии, что-то, дающее настоящесть и живость. Там через 2-3 года нейросетки уже будут музыку делать так, причем и музыкантов, и музыку, да, имеется в виду музыку, и слова, все. Это будет пиздец, идеальная математика. Но если мы в этой математике потеряем жизнь, оно не будет иметь никакой ценности. То есть будет где-то через год, через полтора, вот это вот неидеальность, короче, решать. Неидеальность. И у нас даже с точки зрения оценки, да, вот индивидуальность харизма, где десятка, она прям сильно будет ролять об индивидуальность. Вот мы того же Воскресенского сегодня слушали, да. Вот вроде технические недочеты и хуйня, а прикольно. Вот что я имею в виду, да. Поэтому, то есть, когда вы там смотрите на чели, как, ну, если это не позер ебаный, конечно. Если это ебаный позер, который надел на себя рвань, просто потому, что это охуенно модно, и он не чувствует продолжение себя в этом, да, ему в этом не заебись, короче. Вот он не кайфует от того, что вот он в этом, во всем. И вот ему нравится эстетика того, что, типа, эта вещь, которая якобы пожила, она имеет ценность, она как будто бы уже вот на нем уже много лет, блядь. Он ее только купил, а она выглядит так, и он такой, бля, как круто. Если он этого не чувствует, то просто, бля, 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 кайфанул нахуй от этого и все, да. Поэтому это такое. В данном случае я, блядь, пародирую вайперов, но я не считаю, что ребята позеры, потому что они достаточно чувствуют неплохо фэшн, реально. Поэтому я думаю, что они как раз-таки в этом дерьме более-менее погружены. То есть они, что касается именно моды, они чувствуют это, чтобы двояко не воспринималось то, что я сейчас говорю, да. Поэтому вот такая вот хуйня. Фух. Да, неплохо, неплохо. Пока это живое дерьмо. Вот что я вам скажу. Пока это дерьмо живое. И вот эти все инструменты, бас-гитара, синт, все это звучит прикольно. Его голос звучит целостно. То есть это не эксперимент ради того, чтобы сделать сложную душную парашу. Пока это звучит целостно. В этом есть эксперимент, в этом есть сложность, но в этом есть эстетика. Эстетика живая, настоящая. Бля, не знаю, вы понимаете, да, что я имею в виду, когда я говорю о том, что человек иногда пытается сделать специально сложное и непонятное, просто дерьмо, но выдавая это за что-то ебать крутое. И он пытается убедить весь мир, что это крутое. И некоторые долбоебы реально верят, что это крутое. И такие, наверное, да, а то если я скажу, что нет, мне скажут, что я не шарю. Ну, это вот ебланы, короче, которые мыслят, что вот их общество давит, и они готовы признать любую хуйню, лишь бы, типа, их не захейтило общество, да. А у этих вещей, в принципе, у них есть объективные показатели стоимости и качества. Даже если ты идешь в какой-то идее с каким-то трендом, он объясняется временем. Он объясняется наличием каких-то веяний, которые вытекали из предыдущих веяний. Или там быстрым переизбытком потребления, или какой-то быстрой информацией, какими-то кусками, да, блядь, отдельными, мода идет. Мода и звук, оно все, в принципе, идет. Это все одна большая такая, один большой ебаный ком, короче, который вот идет впереди на острие всего, да, творческий, блядь. Творческие люди, это один большой ком. Вот что мода, фэшн, что музыка, что слог, что кино, что любые визуальные проявления дизайна, это все одна большая хуета, короче, которая катится вот впереди времени, да, впереди люди толкают ее. Они ее толкают, и вот они находятся в 23-м году. Мы поэтому находимся, блядь. Поэтому мы находимся в 23-м году с точки зрения визуала. Хуй его знает, понятно ли то, что я говорю. Ну вот оно, вот так оно, короче. Вот, и, соответственно, задача артиста, когда он дает какие-то эксперименты, понимать, что он находится в 23-м году, так или иначе. Да. Ебать нахуй. Да, все, погнали, братва. Сорян, что это так долго было, я сам охуел. Да, но мне хотелось это сказать. Хорошая песня. Концовочка, я эхо-эхо, и переход к следующему треку. Да. Недоразумение. Я не искал ничего и вины, но в твоих словах не петелось крайне лишнее было. Да, 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 вот этот звук по струнам пальцев, да, бру, да, да. Все, раздружиться, мы покинем. Хороший баклакал. Если захочешь, мы гни, не, ты думаешь, спасем мир, не. И я не верно, чисто пактами твоих, не касались мне истина. Но ты не был глазом, но искренне было вратно. Все, раздружиться, мы покинем. Если захочешь, смотри, не, не, ты думаешь, спасем мир, не. Ты надо мной ломишься, и в свете этих событий. Не хочу быть тем лишним, но тебе хочется в Питере, да. Хочется колиться, оставьте нас на улице, и вернемся, и простудимся. О, вот это кайф. Вот это кайф, браво. Вот это кайф. Ребята, хуйон. Если меня не тут живы, я не искал любви. Неси меня туда, когда несут цветы. И я не верно, чисто пактами твоих, не касались мне истина. Но ты не был глазом, но искренне, это правда. Все, раздружиться, мы покинем. Если захочешь, смотри, не, ты думаешь, спасем мир. Я понял, как ты живы, игривый. На, ги! Да-да-да-да-дь, ёпт. Моя недоразумия, ведь в этом новенье не было мы. И на небе не было луны. По-другому. По-другому. Моя недоразумия, это я и ты. Само узкие ногтя тебя забыть. Пока ты сыпешь мне глаза пыль. Ты мое недоразумия, ведь в этом новенье не было мы. И на небе не было луны. Палились камни и волны. Моя недоразумия, это я и ты. Для продолжения этого трека, если что. Закончился трек. Так, менее целостно, чем в предыдущем треке. Вот это, вот этой... Такой, да, прям вот... Задорной игры мне немного не хватило, честно говоря. Вот это было сильнее всего. Это было неплохо. Нормально, норм. Да, сложновато, мне кажется, пошло. Игра гитары прикольная, мне понравилась. Да, красиво отработала. Да, как же эти песни называются? Блядь. Не могу понять. Сейчас, секунду, еще раз. Недоразумение. Недоразумение. Такой, немного LSP вайб, короче. Но на другую музыку, да. Что-то вот... В улице. Но тебе хочется в Питере, да. Хочется колиться. Оставьте нас на улице. И вернемся, и простудимся. Музыка. Музыка. Сауну, не сгину, но я тебя забываю. Пока ты сыпешь в небла запах. Это мое недоразумение. Ведь в этом направлении не была мы. Мы на небе не было луны. Валились ко мне в луну. Недоразумение. Я не искал любви, неси меня туда, когда несут цветы. У меня нету живых, я не искал любви, неси меня туда, когда несут цветы. И я не верно, чисто баками твоих, они касались мне истинно, истинно. Но ты не была со мной искренне, это правда. Всё раз дружиться, мы покинем. Если захочешь, маркни мне, ты думаешь, спасём мир. Блин, на припевы... Короче, я думаю, что песня забайтит народ конкретно переходом вот этим... Бах! Я думаю, что песня может забайтить народ припевами, вот этим постприпевом и переходами, да. И интересным раскатистым аутро, которое после аутро текста выйдет. Что-то есть в треке, но пока из треков мне нравится больше всего вот... Я эхо. Из всех треков, из двух, да, мне нравится больше всего эхо. Что касается коммерческости, то коммерческость, наверное, всё-таки есть в припевах в треке недоразумения. Да, коммерческость, вероятно, всего здесь присутствует наибольшее. Влечение. Ну, не слишком душно. Хрон нормальный в рамках жанра, воспринимается абсолютно. Нет ощущения, что мы слушаем какую-то вымученную, сложную ради сложности хероту. Пока всё звучит очень кайфово, очень живо. Хорошее музыкальное разнообразие. Живая хорошая музыка. Где-то, я считаю, вот мне чуть-чуть не хватает работы живого голоса, возможно. Да. Влечение. Мне просто неприятно и обидно, что я думаю и говорю о себе хорошее только, и что у нас были хорошие отношения. А по факту тут понимаешь, что ты личный человек. Я просто не понимаю, почему ты ко мне так х** относишься. Что я себе такого сделал? Знаешь, я не жалею о том, что я себе написала, потому что там, типа, были какие-то приятные моменты, о которых можно было просто посмотреть, почитать, улыбнуться и, типа, уже и дальше. В интервью интернет-издания Афиша исполнитель поделился историей песни. Чей вой сыграет в начале влечения бывшей? А она в курсе? Нет. Бля, это жёстко, бро, если честно. Это жёстко. Ну, типа, личную переписку, да? Если это правда. И мне интересно, что будет в день релиза. Это первый трек, который был написан на альбом. Он должен был пойти на иммагу, но решили ее отложить до лучших времен. Я как-то проснулся, тогда уже уехал в Чехию и расстался с той девушкой. Она негативно влияла на мои мозги. И мне было так хорошо, солнце светит. Май. Слушаю это голосовой и думаю, сейчас отыграюсь. И написал эту песню. Сделал перерыв, но не хватало куплета. А в этом году вспомнил о ней и решил дописать. Даша Филин спрашивал, верен ли я, что хочу оставить голосовой? Решил, что хочу. Из песни слов не выкинешь. Мне кажется, меня осудят за этот мув. Да, бро. Это такое. Это такое. Личная переписка, тем более отношения. Ну да, такой грязный мув. Грязный мув, бро. Я тебе написала, потому что там типа были какие-то приятные моменты, о которых можно было просто посмотреть, читать, глупнуться и идти. И дальше. Сколько ты сел, говно? Ладно, бро. Мне жаль, но полюбил тебя за глаза. Полюбил тебя за глаза. Увы, зря. Был б я, по ходу. Обещания не сдержал. Обещания не сдержал. Но даже не жалею. Увлечение. Ты просто увлечение. Знаешь же, что хобби говоришь, как я люблю тебя и лгаюсь. Увлечение. Лишу увлечения. Может, моей цели было просто запрещать тебя в кровать. Если она смотрит, значит хочет. Если она хочет, она может тебя не против, знаешь. Поначалу до нее я просто горюч. Остальное я сама понимаю. Чему все это катится? Их руки поднимаются. В зал и лбазе способ коммуникации. Пользуешь пару сторис и ставишь туда реакции. Господи, какая же простая эквокация. Но дальше. Все твои истории были просто вода. Но я тебя слушал так, будто бы это ранитов панк. Знаю, это влечение и простой бумеранг. Но по стечению обстоятельств оба два боблката. Нет, мне не пофиг. Возможно сложится. Но как-то в моей голове эти суммы не множатся. Когда-нибудь пойму это стандартное явление. Обыкновенное влечение. Влечение. Ты просто увлечение. Знаешь, что хобби говоришь, как я люблю тебя и лгаюсь. Влечение. Очень чисто звучит, а это глухо звучит и криво. Влечение. Можно кроить свою любовь, просто затащить тебя в кровать. Влечение. Ты просто увлечение. Знай же, что Хобби говорит, как я люблю тебя, Вилгар. Влечение, ты просто увлечение. Возможно, нравится любого, просто запишите таково. Да, бро. Концовочка красивая, конечно, да. Да, бро. Да, бро. Что сказать? В момент, в который мы живем, да, женская самостоятельность, эмансипация, волны феминизма и прочие вещи, они, конечно, двигают сильно. И мужчина с такими строчками. Вот если бы то же самое было с пета-женщиной в 23-м году, все бы аплодировали и сказали, какая молодец, независимая, самостоятельная. Не дает тебя наебать, обидеть, не дает тебя обьюзить. Молодец, молодец. Вот, а если такое поет мужчина, ну, самое бесправное существо в 23-м году, это белый мужчина гидросексуальный. Мы же это знаем, да, бро? Вот, поэтому, соответственно, если ты хочешь пытаться такими строчками отработать, общество, соевое общество, оно тебя, конечно, трахнет за это. Сто процентов. Поэтому, бро, поэтому, бро, да, поэтому, бро, надо быть аккуратнее, надо быть аккуратнее, сто процентов. В этом плане. Ну, а если не брать повесточку, если не брать повесточку, то в целом это грязный мув, да. Это грязный мув. Если опустить и мув, и повесточку, да, это просто хуево исполненный куплет. Не уровень, бро. Здесь по звуку более-менее неплохо. Ну, типа, непонятно, зачем это нужно здесь. Непонятно. Правда. Такое. Такое. На свободном. Да, мы, бро, конечно, я все понимаю, мы, блядь, мы всегда на свободном мире, как бы, свобода слова, блядь, розовые пони, ну, долбоебы-то верят в такой мир. А так, да, у нас вечные ворды, хуерды, мы ничего не можем сказать нигде, да, а так свобода, конечно, слово присутствует без вопросов. Да. Почему тогда повесточка, если ты все равно осуждаешь? Я осуждаю разные вещи. Видишь, ты даже не понял, бро, блядь, а в каком хуенном мире мы живем? Я говорю о том, что повесточка приняла бы этот трек, если бы он был написан от лица женщины. Это повесточка. Вот. А это не повесточка, это хуёвый мув непосредственно, да? Вот я что говорю. Ну, это сложные темы, да, и если есть челики, которые, ну, такие просто смотрят на мир, типа, блядь. О, клавиатура, привет. Вот это, в общем-то, вопросы не для вас. Следующий трек, обведенный мелом. Да. Слушаем, что это такое. Ну, пока слабый-слабый трек, конечно же. Дополнительный текст, да. У меня же бардон. Что-то, что-то забыть. Дамит, бро. Я хочу, чтобы ты утонул. Звуки, как и я, как всегда. Чтобы ты не думала о бедах и растворилась пелена на глазах. Чтобы мы танцевали этот парус. То есть, вот творческие люди, да, вот яркие творческие люди, они вот идут, идут, они усложняют инструментал, живой инструмент добавляют. Вот взять того же скрипа с группой скриптонит, да. И все-все, вот эта вот хуйня, да, она, в принципе, у творческих людей, она достаточно схожа. Он хочет выходить за рамки. Его уже то, что есть, не работает, да. И он не то, что, типа, нашел формулу коммерческого какого-то продукта. И кайфанул, типа, да, с этого я остановился. Нет. То есть, это не так, как, вот, допустим, команда суперкоммерческих ребят делает, там, о Насте, например. Вот они нашли формулу и добят туда. Потому что они бизнесмены, они делают очень крутой коммерческий продукт. Вообще вопросов нет. Супер охуенно, все супер качественно. Вот, нет, здесь вот ему надо выходить обязательно. И вот прям вот это вот прям сквозит, конкретно сквозит. Вот ему тесно, блядь, в рамках, тесно. Он какие-то рамки освоил, и, блядь, вместо того, чтобы вот лутать то, что он нашел, он такой, а, эта хуйня понятна, идем дальше. Эээ, блядь, все-таки, и вот так это работает. То есть, он какие-то рамки освоил, они ему стали понятны и неинтересны. Дальше. Сейчас он это отработает, дальше. Да. Бля, прикольно. Заново слушаем трек. Прикольно. Это губная гармошка, да, или что? Шлипка, блядь. Я хочу, чтобы ты утонул в звуке, как и я, как всегда. Чтобы ты не думала о бедах и растворилась пелена на глазах. Чтобы мы танцевали этот палец. Или просто забылись. Остановились. И заставлю тебя пялиться на то, что так люблю. Мне не попал. Из колонок на всю громкость будет плакать в блюдь. Мне не попал. Как от этого завезю. И только по одной причине я остановлюсь. Окей. На асфальте отведенный мир. Решившийся свои проблемы. Что-то покидает тело. Припев круче гораздо, чем губля. Это было хорошо, это пойдет, это норма. Очень насыщенная музыка. Мало дает голос. Да, мало дает голос. Очень-очень много звуков. Очень много призвуков. Да, и там какой-то колокольчик, велосипедный. Чего только, блядь, нету здесь. Вот давления не хватало на такую музыку насыщенную. Самая сильная часть – это аутро, бро. Самая сильная часть, потому что она живая. Она на эту экспрессию подходит очень хорошо. Да, добро. Да. Да. Заканчивается и... И все, да? Очень много инструментов. Очень насыщенный инструментал. Поэтому единственный, на мой взгляд, пар, где прям охуенно – это аутро. В котором ты прям взял его, да, собрал весь, да, вот эту всю, вот очень такой, знаешь, поводья, как будто бы состоящий из, там, десятков, да, полосочек кожи, да. И ты как бы собрал их все. Та-да-да-да-да-да. И по тексту, да, нормально. Ты живешь, пока дышь, я пока слышу, пока играет этот вальс. Это хорошо ты прям дал. Припев неплохой. Куплет так себе. Не особо целостный трючок. Не особо целостный. Такой, знаешь, это уже в сторону эксперимента-эксперимента. Из партов выделю отдельно аутро и припев неплохой. Но так, чтобы добавить целиком трек, не особо. Так, ну это жесть. Как сильнее. Ну, немного не отсюда, да, трючок, по-моему? Да, вот в том-то и дело, что мы едем. Есть тряса, да, не пуп. Я на доме, в зону. И без пожарств от фрустрации и суток, пока я слова не сошел. На этих тряса ты, походу, несу. Как красиво приспущена капа, она лево уведена и при этом она слышится. Да, прям вот отъедем на игрушку. Сейчас вот прям жесткий дров как будто. Карение поперло. Он летел под потолком, пролетая эти комнаты. По таким углом ему казалось, что все понято. Он управлял погодой так, что трескались парометры. Он поменял параметры. И теперь не кажется, вселенная бесформенная. Они летели за руку. И его сердце никогда уже не станет хаменным. Оно теперь охвачено. Синим пламенем почутилось, привиделось. Веснилась, черт, правильно, неправильно. Отпаду. Почти скорее ли заживу. Да, опять вон. Но сразу это закончилось. Почти скорее ли заживу. Почти скорее ли заживу. Почти скорее ли заживу. Песни остались в памяти. Ну вот эта часть только альбом, да? Почти скорее ли заживу. Так, ну там и дальше тоже, да? Продолжение банкета. Причесано по звуку. Причесано по звуку. Да, достаточно экспериментально. Альбом писался на стримах вместе с подписчиками в одно из заданий. Вова просил записать голосовое сообщение без особой тематической конкретики. Это мог быть стих, песня или что угодно еще. При отборе сэмпла Вове очень понравилось стихотворение Алисы, которое было использовано в дальнейшем продакшене микрочувства стрима. Ай, сили. Смол памяти колл зависал над нами пол. Я тол мерзал. Не сбежать от фрустрации суток, пока я с ума не сошел. Ну да, такая абстракция. Ну тут снова у нас, да, такое, с одной стороны понятное звучание, с другой стороны работа кап. Но зато совместно, много совместной работы. Да. Много совместной творческой истории точно есть. Комната в таком углу, что все понятное. Текст хороший. Ну, как бы он говорил, что это такой, типа, ну, бросовый фристайл. Ну, что-то тут не улетал под потолком, пролетая эти комнаты. Под таким углом он указал, что все понятное. Вот даже эти две строки. Он управлял погодой так, что трескались барометры. Он поменял параметры, и теперь все кажется вселенной бесформенной. Не кажется вселенной бесформенной. И летели за руку, и его сердце никогда уже не станет каменным. Оно теперь охвачено синим пламенем. Почудилось, перевиделось, приснилось что-то правильно и правильно. Концовочка. Охвачено и абстракции снова. Круто. Хорош текст. Интересный трек в целом. Ну, это же из его трека, да? Из какого это его трека? Я название никогда не помню. Из какого трека это? Был же это же прям. Метаморфозы, да? А, окей, да. Просто прям, ну, это же прям. 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 Либо Карим Асен. Охуенно вы все написали, все разные треки, да? Ясно. Ну, это, короче, вот был, был, был такой трек его же. Да. На этот раз это похода не сон. Я забываю, что тут потолка. Машинка достиралась, даже знает, когда надо подпевать для такой песни. Я завязываю. На этот раз это похода не сон. Со второго раза еще лучше заходит. Блин, достаточно понятный трючок. Как будто бы было ощущение, что он не с этого альбома, да? То есть, ну, там, бас-гитара, вот прям вот это все, основа, да? Чтобы это была такая вот прям джунгли-поп какая-то, штукенция, да? Чуть-чуть, да. Да, окей. Хорошо. Плейлист нет. Мне бы хотелось плейлист взять чего-то именно вот сочно-нового его, да? Вот типа я эхо, да? Вот в таком духе что-то, да? Либо что-то посложнее, чтобы оно характеризовало именно его вот этот этап. Следующий трек в твоей голове. Тебе не надо всем убрать Я чую счастье, я вижу по глазам Твою манеру переврать Все запутать всех людей Восьми с твоих друзей Что в моей голове Что в твоей голове Я просто человек Снова, снова фирменный Вова пошел Ну, это такая понятная, коммерческая довольно-таки песня, да? Что в моей голове Довольно понятная Что в моей голове И все, ну, дам, бро, дам, бро Дам, 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 дам Дам, 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 бро Опять, да? Тексты поесть Старается он, да, вплести Здесь тоже под концовочкой, да? матрица блять проявляется до останется один лишь бетон погаснут постепенно огни и зелень не станет потом останется последний ледник ну рано или поздно мы все умрем естественно все не вечно все существует лишь периоде своей эволюции и усложнение после чего происходит новый виток естественно же да так я вил там донат приходил да я проебал его вспышку да естественно же бро saint вэнс спасибо тебе большое спасибо тебе большое бро хотим дать на разбор клип большое спасибо спасибо тебе дуруще стало в очередь обязательно глянем клип спасибо тебе за поддержку канала я не знаю когда это происходило наверное чат писал но я все проебал да да спасибо большое за поддержку спасибо респект спасибо вот так вот растворяемся в телефоне попадаем на на выхода носор все в порядке вот как то так вот как то так тэн 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 ну понятно ровная песня излишне ровная может быть только до что то я не знаю над elf страхи не который работает и тэн 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 фэни там такиеあー 그리고 ну да все как бы как бы как бы как бы как бы а тут у нас это не джангл это не альбом джангл я ошибаюсь или под потолком это же из трек из предыдущего альбома прямо конкретно далее одно большое на мой взгляд концепт нарушен этими двумя треками на мой взгляд одно большое сердце слушаем судя по названию скорее всего мы возвращаемся на на звучание предыдущие нет а потом вы говорили что любом однотипный для смысле однотипный вообще абсолютно разные треки ошибаешься 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 хорошо ошибаюсь одно большое сердце слушаем лёзы будто свери будут не кричать долбой это самый лучший очередной выходной выходной я как одно большое сердце красивая коммерческая песня опять же целостно работает вообще пиздец и но это имба я понял он написал вот этот трек вот это он отыграл и такой а это звучит пизда то сделаю к я такой альбом я как одно большое сердце ну максимально понятный трек хитовый я как одно большое сердце вижу тебя я как одно большое сердце бьюсь тебя пока не трещит хуй и бьюсь Что, куплет есть? Субтитры сделал DimaTorzok Бомба, реально То есть здесь я не вижу вообще ни в одном партии, где он как будто бы не добирает голосом Это очень крутая работа еще, рабочая штука, сто процентов Бьюсь за тебя пока не треснет, пульс я как одно большое сердце Бьюсь, когда я вижу тебя, вижу тебя Я как одно большое сердце Бьюсь за тебя пока не треснет, пульс я как одно большое сердце Пульс я как одно большое сердце Бьюсь, когда я вижу тебя, вижу тебя Это сто процентов добавляется в плейлист альтернатива Да будет свет? Да будет свет, да будет свет Это все три разных подтверждения, да Бьюсь за тебя пока не треснет Мидикс пресса, друзья, здорово Здесь не так много эксперимента для Вовы в целом Именно для его исполнения, как будто бы Поэтому он тут дома Дома Немного нечестно Потому что мы хотим сложной духоты А здесь нам дают то, в чем Вова просто хорош И мы такие А, бля, ну да, но А что там по поводу альбома? Ну это было круто, да, без вопросов Следующий трек Проклинаю интернет А, ну и вот Хотя сейчас может все закончиться Да, вместо выкинга нам дадут Снова симптом сумасшедший И залетит в окна и крыш Ванилая, заснул Она поселилась в моей голове И теперь я проклинаю интернет Проклинаю интернет Нет, нет, нет Она поселилась в моей голове И теперь я проклинаю интернет Проклинаю интернет Уходи Отменяю для тебя все это фэнтези Отменяю тебя на другие прелести Ненавижу от нуля до бесконечности И ты все видишь Ты одна из тех, кто видит розовые краски А я уже давно не верю в гребанные сказки Сразу Говорю на разных языках У нас все равно не разнятся Твордом угры и антистразы Она поселилась в моей голове И теперь я проклинаю интернет Проклинаю интернет Нет, 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 нет Она поселилась в моей голове И теперь я проклинаю Интернет Проклинаю Интернет Она напомнит то, что надо бы помнить Смотри, как есть вот множество комнат Как будто бы к свету Чdır И тогда мне просыпается светлая сторона И вспомни, сколько раз с тобой спорю Зачем я время ускорю Инсайдер, ты понял что я имею ввиду? Ты понял что я имею ввиду? Себя не убеждал, не становилось проще никогда Несколько раз вовсе пропадал в воздухе Ведь меня поднимет моя толпа, даже будучи в космосе Не забуду, как ты умело окутывала слова Лагировала между запутанных моих фраз Лагину накрывала на листах и лыкстах Со стазы удовольствием, кого никто не спаснет Аутро — отдельный вид искусства, да? Вообще, во многих треках, да, Аутро — отдельный вид искусства Настолько живости доливают ложкой Да, получается живая, хорошая музыка, интересная Крепкая песня И это... Какая-то совокупность, да, тоже? Как будто это рабочая песня Да, надо очень внимательно смотреть, что-то переслушивать С первого раза вот тяжело Много разных песен, разных экспериментов Вот так вот просто, блядь, на первое прослушивание Тяжело, да? Не тайп Тайповые вещи-то вообще пролетают Как бы они легко, да, понятно, садятся Там сработает, не сработает, это уже вообще там Ну типа изи катка А такое, бляха-муха, сложно Ну это, по-моему, рабочая песня, да Она поселилась в моей голове И теперь я проклинаю интернет Проклинаю интернет И этот, ноуты здесь Этот, как он, это, чего нет Она напомнит то, что надо бы помнить Сто трекрис, будто множество комнат И тогда на мне просыпается светлая сторона Вспомни, сколько раз с тобой спорю Зачем я время ускорю? Который час Ты опять оставляешь меня без сна Я себя не убеждал Не становилось проще никогда Несколько раз уж и пропадал В воздухе Хорошо ушел, хорошо Бля, интересный трек, яркий, рабочий трек Интересно Переходим на трек Армагеддон Куок и Палк П-А-Л-З Армагеддон Из берегов Текает река Мы наблюдаем издалека Это Армагеддон Наверняка Как объяснить Угроб и облака Крепко сжимает твоя рука Слезы текут, но это пока На лице улыбка Останется на века За какие ошибки попадаем в ад Откуда ты с неба, ты че таки, а? Нептун, не белый, но на нас другой план Это Армагеддон Наверняка Как объяснить Угроб и облака Крепко сжимает твоя рука Слезы текут, но это пока На лице улыбка Останется на века За какие ошибки От какого греха Будем черным пятном на стене дома Родная моя, обещаю, нам будет невольно Когда город сложится в хаотичные коридоры Ты не выдохни, что мы наконец-то станем спокойны Нас не похоронят, но кремируют Идопит, изолируют Придавят и зомбируют Нас не принял остров Нас не переносит космос Лопнет земной шар, хоть конспирологом Все плоско Представь, не будет гравитации Вот и путешествие на волнах радиации И ты увидишь, почему это Мы узнаем, что за летними воротами Аскард Я не верю в реинкарнацию Но надеюсь, встретимся в новой цивилизации А может быть даже и не река Выходит из берегов Кто выдумал берега Нелепая казенная улыбочка С унылым взглядом спросит, что с тобой не так Или что с нами не так Как бы вам сказать Боюсь ты, Нинка Вечно не имется я Запитанные взрывы Я запихан в это тело в наказание За проступки, о которых я понятия не имею И не буду ни уйду Иначе чем мне объяснить настолько сильный звук Нас не спасут Не советы, ни книги, ни суть Нас не спасут Нас не спасут Я давно в себе это несу Нас не спасут Нас не спасут Ни молитвы, ни казни не несут Нас не спасут Мало интересуем красотку, что держит козу Из берегов вытекает река Мы наблюдаем из далека Это Армагеддон наверняка Как объяснить угробы облака Крепко сжимает твоя рука Слёзы текают, но это пока На лице улыбка останется намекаться Какие ошибки попадаем в пар Откуда ты с небом Течёт океан Нептун имел на нас другой план Это Армагеддон Наверняка Как объяснить угробы облака Крепко сжимает твоя рука Слёзы текают, но это пока На лице улыбка останется намекаться Какие ошибки, как такое греха А как правильно читается? Ползи или палк? Слёзы текают Так Так Слёзы текают Как объяснить угробы облака Бля, прям база, бро Вчера же прям, да Ебашило, вообще страшно Ты прям вообще в тему мы альбом слушаем Вчера же именно прям такие бордовые Там все одно сияние на небесах Закатывалось, да Вообще везде фотки все слали Это Армагеддон наверняка Хуй его знает, бро Может быть и так Сжимает твоя рука Слёзы текут, но это пока Чё такие Откуда-то с неба Течёт океан База Не имел любой план Да, хорошо тут она Подключилась Вдвоём, да Запели Чёрным пятном на стене дома Да и сама стена дома будет чёрным пятном На каком-нибудь другом объекте Который тоже был объектом Да и обещаю, нам будет не больно Такой раз сложится в хаотичные коридоры Ты не выдохни, что мы наконец-то станем спокойны И это точно Нас не похоронят, не климируют Утопят, изолируют, передают и зомбируют Нас не принял остров Нас не переносит космос Нас не принял остров Это отсылка к фильму, блять? Или к чему? Или к материку какому-то непосредственно? Остров Типа любой материк это остров, да? В этом плане типа Лопнет земной шар хоть конспирологом Всё плоско Неплохо Представь, не будет гравитации Да? Будто путешествие на волнах радиаций Недолгое Ты увидишь, почему я рад Мы узнаем, что за летними воротами Асгард Я не верю в инкарнацию Но, надеюсь, встретимся в новой цивилизации А может быть даже не река выходит из берегов Кто выдумал берега? Ну, блять, чё, брод Ты неужели этот куплет выдумал вот прям вот так Типа фристайлом? Да ладно, блять Как будто бы это прям, ну Излишне осмысленно, да? Для того, чтобы это просто взять И за три копейки выдумать Сунул глянуть Спросят, что с тобой не так? Или что с нами не так? Как вам сказать? Боюсь, что никак Вечно не мётся Запитанный от взрыва Запихан в это тело В наказание за проступки О которых я понятия не имею И не буду, не ебу Иначе чем мне объяснить Настолько сильный зуд Нормально, нормально Надушили Нас не спасут Ни книги не суть Нас не спасут Нас не спасут Я на себе это несу Нет Спасут Ни молитвы, ни казни несут Нет, конечно Спасёт только любовь, бро Да Красотка, что держит косу А от красотки, что держит косу Ну конечно Любовь не спасёт Да Ну потому она и красотка Да Что без неё Всё остальное бы Не могло отличаться Не могло отличаться Хорошо, это хорошо Хорошо Только смерть наполняет жизнь смыслом На лице улыбка останется на века Хороший текст Смысленный Хорошая рабочая песня Остров болезнь Остров болезнь Который Остров Повершена Ментальная практика Специфический Складом жизни А, всё понятно Если это база Окей Ну это какая-то Такая своя Инфо-цыганская тема Наверное Ну естественно Я просто не понял Это очень серьёзная вещь Пиздец Охуеть Насколько серьёзно Так 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 Хороший рабочий трек Мягкий Понятный Лучшее наказание Слушаем внимательно Что это такое По-моему какой-то сложный эксперимент По-моему какой-то сложный эксперимент Но я чувствую Твое присутствие Моя ассоция Этот рестайл Да Этот рестайл Я чувствую Короче альбом разделён на два альбома Моя ассоция Как будто бы альбом разделён на два альбома Есть коммерческие песни Песни старого кока Сымагу Понятные песни И эксперименты Всё это замазано вот на целую кучу Я думаю что экспериментов было больше Они были дольше Но было принято решение Что слишком сложный будет альбом А так получается Он непонятная каша Да То есть надо было либо выпускать Максимально некоммерческий Непонятный экспериментальный альбом Пиздец душный И это было бы вот Зерном творца так сказать да Именно музыкального Творческого человека А так мы получается Задаём себе вопросы Зачем К понятным коммерческим трекам Которые играют заебись Нам Какие-то сложные душные эксперименты Наху они это вообще нужны Либо тут одно Либо второе Либо третье да И в попытке как бы не сильно просесть По отсутствии коммерческого потенциала Как будто бы здесь блять испортили да Творческую Творческий такой Творческий концентрат Есть ощущение у меня Заново Да 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 Я понял бро Я не про этот трек Я все и говорю да Какие-то треки фристайловые Экспериментальные Какие-то довольно выточенные Понятные Да Видно намеченные звуки Это опять вот то что сделано Это вот концептуально Мое отсутствие Безумствуешь Между нами есть связь Буду бы в наказание Бесконечная грязь Будут эти чувства во мне Он несет меня до небес Ветром вздует и я исчез Снова стоит только уснуть Паскитарий наперевес Между нами есть связь Это лучшее наказание И мы вместе делаем грязь Эти чувства будто и злые Унесут меня до небес Ветром вздует и я исчез Ну стоит только уснуть Паскитарий наперевес Хлюп хлюп да И вес Возвращаясь Какой-то клопохлюп блять Вазах вспоминаю Для тебя одну Тни неделю снова ставится на луп Да бро да Вот такие треки я честно говоря думал боб В целом Возможно так положено Мы предположим Назай в рометон Любой Но я бы осторожен был Если бы узнал что овладел Тобой Если когда тебя слышу Ты лечишь боль А ты мне затягиваешь Звуковой волной И для многих там На трону головы Когда мне ты сопутствуешь Я чувствую Твое присутствие Мое отсутствие Безумствие 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 Глубокомузкино бро И опять аутро да Базар базар Твое Субтитры сделал DimaTorzok И будет охуенное чавканье, охуенный клап из него получится, как раз вот, который нужен здесь Вот это экспериментальное дерьмо, да И вот таких треков альбом, вероятно, выпускать побоялись, да, потому что это был бы пиздец Ну да, скорее всего это так Это разумно, это разумно Но опять же вопрос тогда Если это разумно, и мы вообще как-то руководствуемся разумностью То тогда к чему вот это? То есть здесь компромисс неприемлем Тут компромисс неприемлем, да? Либо ты, бля, роршах, либо нет Да? Если ты роршах, то, бля, компромиссы неприемлемы И ты несешь хуйню, которую хочешь А если ты такой, ну ладно, можно немножечко хуйни и немножечко понятного Вот, бля, тогда вселенная, бля, разрушается, если такое происходит Так не пойдет Потому что есть либо понятные вещи, либо хуй знает Особенно в таком, так сказать, сложном эксперименте, да? Я тут, значит, просираюсь про творческие потуги, да? Что типа, вот, смотрите, нихуя себе, да? Вот расширяет рамки А тут такие рамки, типа Я расширяю рамки, но, бля, домкрат держу на всякий случай А то, бля, вдруг как схлопнутся Ща как уебет, да? И вот нет, да? На всякий случай надо придерживать Как бы, на всякий случай надо придерживать И вот они придерживаются некоторыми треками И мне обидно, что это происходит Да Хотелось творческого долбоебизма Ну, наверное, все-таки век того, что Это большой артист, которому нужны, конечно же, концерты, да? Вот такой, бля, ой да в пизду, короче, да Даже перед лицом Армагеддона А то, блядь, а то, бро, а то Без компромиссов даже перед лицом Армагеддона, бля Конечно, конечно Конечно И пошел в холод, в снег и, блядь, испарился Но, как мы знаем Справедливость восторжествовала И его тетрадь нашли Заметки, да? Дневник, блядь, конечно же Завлечь аудиторию нормисов просветительства Да, не, хуйня, оправдание Отвечаю тебе, бро, хуйня Это можно было бы вести речь об этом Если бы, ну, не знали Коука, да? То есть он бы не выпускал сильные работы То есть, типа, чем разъебывать сцену У него и сейчас есть Вот и все Чем разъебывать сцену У него есть и сейчас Этим можно разъебывать И еще, блядь, и год, и полтора Вообще легче Выпустить пару синглов Бля, хочешь Хочешь разъебывать И что-то там разъебывать Выпусти пару синглов Вот с этого трека Который треки не отсюда Выпускаешь пару рабочих синглов И все И, бля, крутишь их Вместе с теми и магу И все, и все разъебываются Люди будут ходить Я буду ходить Я, бля, буду потеть Как это было на Этом Сберпрослушивании Флексить, танцевать Радоваться жизни И творческую какашку Душную Сложную Все эти, там Сослушателями Там, вот эта вся хуйня Целостную Такую Мерзкую Прям Чтобы прям Чтобы с нее капало, бля Да И там уже, да, риск А вот И рыбку съесть И как бы этот самый Да И чешую продать Оно такое Поэтому это и не коммерция Нихуя И не риск Да Не такое Авангард сложный Нет, блядь Нет Ну я понимаю задумку Да Вероятно Был определенный Конфликт Там было 20 трек И супердушную хуйню Решили выпилить В которой мы просто Тряслись бы Вот так Такой стадии, бля И у нас бы, блядь, слюни капли Мы такие Да, блядь Но этого нет Да Вот с такими, блядь Хлюпами, блядь Да Слушаем дальше Решай за меня Let's go Да, да, да Это мы узнаем, бро Это мы поняли уже Да Это должно вот быть оно Да, блядь Решай Не понимаешь без слов Что это такое Что это такое родное Да Вот такое должен был Быть Решай за меня Тупай Пlia Плядь 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 Ты мало встретил себя нынешним. Я бы охерел и был немного поувереннее в себе. Мне было бы стрёмно, что вот-вот буду на финишной. И отдал бы я большего семье. Но все мои загоны от того, что я не вижу. Да смех очевидных вещей. И когда вокал еще писался в симфонер. Его немало, зачем. Я только что потел. О, музыка, ты горь. Я твоя крайна. Я столько бабок, кстати, вы увидели. Ты как Зейдин, а я твоя карина. надеюсь музыка меня ты слышишь мы дружили аккуратно с тобой музыка но будто бы в поле без страсти я тебя раздел я бы трахну тебя музыка но ты неостязаемо холод бы укрыл тебя согрел это самый лучший трек бро что ты боишься и за меня как ты чай за меня как ты чай за меня да 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 и аутро да добро да 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 вот Вот это все, что надо знать о тебе Как о творческой единице Мы держили аккуратно с тобой, музыка Но будто бы в паре и страсти я тебя раздел Я бы трахнул тебя, музыка, но ты неосязаема В холод бы укрыл тебя, согрел Да, блядь Это то, что он может сделать Но вот, блядь Решай за меня, отвечай за меня Музыка все за него сделает Это родное Что это такое родное В детстве, мол, встретил себя нынешним Меня ты слышишь? Да, блядь, слышит, конечно, бро Конечно, это же озарение Это же творчество, блядь Это же живое все Вот оно, это же, блядь, струны ебаного пространства Которые энергетику ты чувствуешь И она с тобой говорит, блядь В голове зажигаются у тебя образы Когда ты на правильной На правильной субстанции, блядь Настроил свое FM ебаное, да Ты радио свое настраиваешь И озарение на бошку сыпется Играет музыка-мелодия Ты ее записываешь И ты в ахуе Типа ебать, как круто Любовь к музыке, да Она все открывает Она все создает просто, да Творческие потенциалы Порывы, блядь В голове картинки Краски, звуки, эмоции Все это на моменте На котором ты настроен На музыку На чистом творчестве И любви к своему делу На порывах таких вещей Ты хочешь создавать Неведомую хуй тень Непонятную Сложную Душную Интересную Абстрактную хуйню И надо это делать Пиздец Надо, да Вне зависимости ни от чего Потому что, блядь Супер легендарного статуса Ты один хуй пока не достиг Ты большой артист Достаточно таки Но как будто бы Твой потенциал может Либо нахуй Завести тебя на Супер невиданные пики И сказать, что Да, вот я вот Насрал того Чего пиздец Я вдохновился Всеми великими музыкантами Да И я вот рискнул Выебать это дело Вот рискнул Просто захотел Потому что я тоже чувствую Что через меня Это тоже, сука, может пройти Схуели мы читаем Книги про великих Которые рисковали Да, смотри Как пизда-то, блядь Он делал Он вот это делал Рискал Какой молодец А не, я Не, не, не Зачем Ну это, блядь, не продается Не, нахуй, пизду, бля То есть мы восторгаемся людьми Которые рисковали Которые охуевали Которые делали что-то прекрасное А сами сын всю жизнь, блядь Боимся начать попыток Всего сын просто, блядь Как пизда-то читать Инфо-цыганские книги Про то, что Надо, блядь, рисковать Надо быть не таким, как все А через что надо это сделать, блядь Ой, не, это же пиздец А что скажут А что подумают Ой, ай, блядь Ой, колется, блядь Вот и все То есть мы все пиздец Горазды на то, чтобы Типа попробовать что-то, да А вот, блядь, делать это Это уже другое, да Поэтому оно прорывается Через тебя, бро Очень сильно прорывается Постоянно и везде, да И надо ебашить это Пиздец как надо сильно Точно, да Люди, которые говорят тебе по уму Они правы полностью Ты не сможешь с ними спорить никогда Вот, допустим, Идан Тебе будет говорить какие-то вещи, да Он тебе как неху делать Загрузит На все, что он будет говорить Ты будешь говорить Ну да И все Потому что он объективно прав С точки зрения логики С точки зрения, блядь, бизнеса С точки зрения вообще работы С точки зрения Как работает формула Вообще всей хуйни Он прав И твоя вот эта вот А я Она будет восприниматься Инфантильной поеботой Которая вообще не должна присутствовать В жизни творческого человека И нахуй ее Потому что это все чушь Это вон для долбоебов Которые там что-то пробуют Делают Ты большой артист Ты должен, блядь, блядь И ты такой Блядь, да, нахуй Вот Но по факту Как бы по факту С точки зрения Того, что мы, блядь, вылавливаем Того, что оно работает Оно Это интуиция Все это озарение Любовь к музыке Все эти вещи, да Они, блядь, шире И больше, да Каких-то прагматических Ебаных, логических Составленных цепей вещей, да И вот это раздвижение рамок Их нельзя просчитать Потому что ты шагаешь в пустоту И ни один человек Не просчитает тебе, что будет То есть все эти даже Вдохновленные мои сейчас речи Они лишь могут привести к тому Что ты, блядь, шагнешь в неизведанное И наступишь в говно Провалишься и упадешь И ебанешься на дно Жопой скажешь Нахуй я это сделал Такое тоже возможно Но тут варианта либо два Либо ты шагаешь Ты вот идешь Закрытыми глазами, блядь Доверившись себе Доверившись любви к музыке Которой ты поешь С которой ты факаешься, бро Либо ты доверившись Закрытыми глазами Шагаешь на, блядь На волне На своих крыльях, блядь Бабочки этой Которой ты вылупился Ты летишь, просто летишь И все такие А как же ты? Никто нихуя не понимает Ты такой Просто идите нахуй Двигаешься дальше Потом достигаешь У тебя получился Ааа, так вот Они не смогут тебя понять, бро Никто не сможет тебя понять, блядь Никто не сможет тебя понять, блядь До тех пор, пока ты либо Принесешь им вот такие бриллианты, блядь Скажешь Смотрите, блядь Вы не могли этого понять На А, ну, блядь Тогда да Тогда все заебись Вот Либо ты принесешь, блядь Просто хуй, да Голый И ничего скажешь Ну, я ничего не добыл Но я попробовал Я шагнул туда, где никто не был Да А ты можешь уже это сделать У тебя хват уже достаточно И ты любишь это настолько Что вот Блядь Творчество в тебе есть Как бы добро Поэтому Можно больше насрать Да Можно насрать больше сложного Реально Можно, блядь Собрать такой пиздец И он будет не вымученный Не вытуженный А именно вот Выленный, да Вот на На порывах творческого запала И потенциала И любви к музыке И все И в похуй Как это все примется Ты уже вот В пространство Высришь это все Уже эти все эти волны Все эти комбинации Герцы Все это уже Произойдет, блядь И что будет с ними дальше Это уже тебя ебать не должно Как бы, да Конечно же должно Ты музыкант Хуем ее Но в целом С точки зрения Вот творческого потенциала Блядь Не должно тебя это ебать Как бы Ну, если ты захочешь Конечно, такую работу сделать Я думал, это она Это не она Не она Здесь есть попытки Пробыть пера Аккуратные шажки Аккуратные Такие, знаешь, типа Вот такие, типа Ооо, я иду в творчество А оно подглядывает Да, как бы Немножечко И когда ты отдаешься посылу Видно это В каких-то треках В каких-то кусках Где-то это вот, блядь Проскакивает, сука Живое творчество Которое вот прям Горит нахуй И пытаются все Обрамить это творчество И ты сам тоже Своей головой Потому что ты такой Так, ну, блядь, ну, камон Ну, чё, на 7 минут Вот эту вот хуйню Вот этот эмбиен Да Вот это Вот это вот Блядь Ну, нет А, блядь, да нахуй Надо делать Потому что Ты Вот если Артист начинает это И он начинает Работать в таком стиле Не имея никаких Коммерчески успешных хитов Вообще ни хуя Он, блядь, долбоеб нахуй Потому что для начала Он должен сделать какую-то вещь Понятную для всех Как Кенни Уэст, например Который делал понятные там Градуэйшн, хуейшн Вещи, вещи, вещи Потом хоп, попытка А потом бах, изус нахуй После того, как он с джей-зи Там все это пиздец Типа сука, я все Я магнум опус, блядь Бабки льют старикой И вот он, блядь На, нахуй На тебе, ёптвою, блядь Не понимаете Мне похуй Понимаешь, блядь Как будто бы вот Блядь, момент, бро А так, чтобы дождаться Бесконечных денег Анлимита Который Не, ну вот после Сейчас вот Сейчас вот еще Вот, 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 вот И потом ты погружаешься в это И потом творческий запал Уже идет нахуй И ты уже такой А, блядь И ты уже проебал Уже поезд ушел, блядь Как спанчбоб, который, блядь Отходил от остановки, блядь Только он отойдет, сука Автобус приедет Только подойдется Сейчас вот хуй стоит, да И вот тут как бы то же самое И поэтому вспышку проебывать нельзя здесь Она пока льется Творчество Должен хватать его, блядь И разъебывать Потом не будет Не надо никакого потом В моменте наступило Ночью ебанул в тебе Взял телефон Записал, блядь Напел что-то Прык-мык-мык Сделал, блядь Набил Это творческий сумбур Долбоебизм, блядь Ты можешь это делать Ты прекрасно понимаешь О чем я говорю И я в тебе это вижу Я это знаю Поэтому, типа Все есть для того Чтобы это делать Хорошего момента Никогда не будем Мы ебаного в рот На пороге Армагеддона С этими ебаными Бесконечными войнами Да Может мы завтра все сдохнем, блядь Или там какая-то хуйня прилетит Непонятно, да Поэтому Просто надо делать, бро Надо просто делать Реально, блядь Вот так Я просрался Любовь к музыке Да, да Я понял, блядь Что это не девушки Это к музыке Фух Пизда-то трек, бро Пизда-то трек Ну ты крутой Ты крутой, да Ты ебнутый По-хорошему Прям вот творческий Такой прям Монстр, блядь Да Лучший трек, бро Следующий трек Джангл Ловятся на джангл Ловятся на джангл Ловятся на джангл Это сингл, да? А, это было интро и аутро, да? Окей Хоть бы завтра Толпы Способны ждать Моем гоморде Она как будто меня И каждый залп После концерта Оказывался пустым Заходя домой Я снова оказывался один Да, глаза толпы Всегда заряжали Гоморде Ну как будто меня Прикинула Асцитация Каждый залп После концерта Оказывался пустым Заходя домой Я снова оказывался один Из последних сил Я падаю Но попадаю в ритру И остатки меня исполняет адреналин Влечи силы, ты хуэты, бля Jo best Nee Nee Меня ослепляет этот дальний свет Мы бежим кругами от своих проблем Пока фон под ногами не провалится В воздухе не хватит всех Я испоколение, где Джангл Рэй Мы бежим кругами от своих проблем Пока фон под ногами не провалится Субтитры сделал DimaTorzok Пролетают под ногами каменные джунгли Я живая на пути Нужно было разобраться Очевидно тебе любви Пусть дамы твои один Вернусь домой и буду жить Вернусь домой и буду жить я хотел такого альбома честно говоря да вот как решая заменяет джангл ну правда я хотел такого альбом да и я бы хотел даже получить вот каменный остров то есть там где да пусть мне реализация не понравилось ну для типа задумка так короче я хотел большего меня наебали мне написали что это пиздец эксперимент что это прям вот ебать сложная какая-то непонятная вещь с использованием какой-то вообще супер рандомной темы с точки зрения текста вот прям пиздец творческий поток хуйни короче да в хорошем смысле этого слова на собранный накиданы прям вместо эту мне дают несколько таких треков с попеременной реализации партов и дают понятные абсолютно песни которые должны звучать на концерт 5 вот и все джангл хардстайл бреди да вот в описании мы слушаем такое да я хочу добавить песню решай за меня плейлист тоже альтернатива его мы добавим творческий потенциал бешеный вообще в целом продолжает он гореть продолжает гореть музыкой будете послушать здесь безусловно людям так а он просто под таким светом до хотел сказать тут без золотые часы тут серебряные или платины или это белое золото с обложки прилетел в белом золоте тут просто в желтом золоте это касса свет так падает ну чтож трека нет альбома для смотря где смотря что в целом 7 наверно можно поставить это было хорошо прям и мысли такие да хорошая смысленно из-за жизни любовь к музыке да там хорошо где-то бросова очень 787 наверно ближе структура витника смотря в какие так в целом альбом нет концепта в альбоме особо по крайней мере или его не смог понять разновидность джангла с которого все пошло и это прям вот он джангл поп или что это такое я не вижу здесь целостного концепта по звучанию вот это все там бас-гитары сложные звуки синты мелодии записанные перкуссии оттуда отсюда вот это все 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 нет этого этого недостаточно недостаточно этого мало причесали все это причесали причёсано нету блять говна грязи живого нету этого это блять не рвань красивая такая творческая рвань это сука не боленсяга блять нет нахуй это не оно оно может быть было этим но и но не этим не стало да нет нет структура ритмика так 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 аутрок хороший да так в целом трючки динамика проигрыши весьма неплохо пам 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 так чё сейчас сейчас только помехи только я ты и я как-то я и как и как пачал охуяна тропа не хочу быть цены лишь наиболее понятный коммерческий наиболее понятный коммерческий трек именно в его стиле новом который он хотел показать это вот недоразумение с припевом пизда там я надеюсь этот трек зайдет многим для того чтобы это сподвигло его дальше продвинуть это звучание я надеюсь что так будет бля этот трек вообще по-другому воспринимается после прослушивания альбома он как глоток свежего воздуха воспринимается это я ты не был классом и искренне правда все это же самый зеленый мелом ну структурка песен хорошая все видишь ты одна из тех кто видит розовые краски а я уже давно не верю в гробанные сказки сразу говорим на разных языках у нас уже не разнятся тут от страны она поселилась мы и теперь я проклинаю интернет проклинаю интернет там где не на фристайл там 89 да про глянтер на это же понятно песня крепко конечно все сделано в цула под подлоком в твоей голове точно не кайф песни конечно это сприджи для охуенно песня охуенно не совсем отсюда но охуенно и вообще просто очень живая песня половинчатая где-то это и мага где-то это джангл вот его но вода я думаю альбом паша техника я еще хочу послушать если кому-то это интересно имейте ввиду после разбора как я схожу пожрать а потом буду сушить пашу техника да если что если вам это интересно так 9 до 1 хуй потому что у него очень много переходов очень много разных даже там где справился не справился и контрасты переходы блять все есть реализация 7 до индивидуально сихаризма 8 до атмосфера в 4 балла до какие-то треки 5 какие-то 3 там да такое 4 балла не целостно трендовая актуальность жанра холодная актуальность пойду изошла уже у вас нет джанга не компенсируется CSS город обожать казни апперийг вы и где-то очень-очень environments что именно стендовая актуальность дальше там какие-то она тоже изв死 вы знаетеатре где-то legacy of the beat ok вот İşte так это полива 3 за три моденных hotel джек passage концепт смелость в экспериментах которые присутствуют некоторых песнях хочу на весь альбом плюс плюс качество реализации на этой сложной музыки как вот не хватило в интро и в некоторых песнях да в некоторых партах как попытка как и музыкальный эксперимент это очень пиздато надеюсь мы когда-нибудь увидим альбом в эту сторону когда он надавит и докрутит прям дохуй надеюсь это произойдет потому что если не он то я хуй знает кто тогда да реальность не он только то никто в этом направлении никто не сделает если он не сделать никто не прикинь бросить и не здесь никто не сделает вот так такая хуйня сильнейший трек сложно сказать конечно но я думаю что радуйся да да наверное радуйся ой радуйся решай за меня конечно да да Жаль, ты не понимаешь без слов, что это такое Что это такое, родное Если бы я в детстве малою встретил себя нынешним Я бы охерел и был немного поувереннее в себе Не было бы стрёмно, что вот-вот буду на финишной И отдал бы я большего семье Но все мои загоны от того, что я не вижу До смеха очевидных вещей И когда вокал ещё писался в симфонер И понимал зачем мне, я только что потел О, музыка ты горит, я твоя крайная Столько бабок сразу бы увидишь Ты как зайдем, а я твоя карина Надеюсь, музыка меня, ты слышишь Мы дружили аккуратно, с тобой музыка Но будто бы в порыве страсти я тебя раздел А, вы же не видели, да? Я бы трахну тебя музыка, но ты неостязанно В холод бы укрыл тебя, согрел Ты шей за меня Дубай, шей за меня Хатвит, шей за меня Хатвит, шей за меня Ты шей за меня Дубай, шей за меня Хатвит, шей за меня Хатвит, шей за меня да 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 что думают по этому поводу наши замечательные пользователи замечательно самого лучшего на свете сайта 70 54 56 66 бога повторов на репите 20 повторов на репите этого альбома я с уверенностью могу сказать о том что я создатель вселенной без каких-либо сомнений в данный момент так подождите я поставил за реализацию стиля можно 8 дим поменяй пожалуйста на 8 я забыл добавить пиздатого саунд дизайна сюда точно потому что я смотрел на только к реализовал я еще думал при этом когда смотрел 7 мало за реализацию стиля 8 надо поставить до поменяй пожалуйста здесь в 7 мало за реализацию надо ставить то как он спел отдельные парты ну такое а так реализация 8 баллов и замуза саунд дизайн надо балл докинуть полю баса добра музыка для музыкантов неплохо любом кока была одним самым нужданием этом году предыдущим да джон джон я не плохой просто очень тяжелый для проведения баллите выдели питались пучок очень на расстоянии почему женщин его не связаны сих это два трека каменного строка ревеляцикак как у вас все началось сомнительно одно true jungle кто напротив как последнем треке листеи был не в распахе ну просто неплохим но не более пойду там же мага дали бы скорость как феррари стекла вам со структур чего сейчас сложно как не показалось получил достаточно скомканным рваным чересчур перри навороченным про большую часть река в него усердно сказать что кок прям перемудрил с ним многие знаешь мне ощущение такое что как бы вот была какая-то творческая и банина и потом ее короче начали блять подлохмачивать подлохмачивать и представлять из нее что-то такое более сносная да такс не очень сложно выделить какие-то треки введенными в одно большое сердце ну да одно большое сердце в охуенный трек прям очень топовый очень топовый но я почему его не оценил тот лучше взял треку что он вот максимально с этого альбома до неоднозначной связана с тем что в прошлом за с которым парты да 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 7 тогда по страну я 8 готов поставить все таки 8 да все таки 8 я готов поставить я думаю да спасибо большое дим пассив большой до 8 до 8 все таки 8 58 до но принимается всех лучший трек или не лучше наказание под потолком я эхо да эхо тоже охуенно трек согласен за творчество прочитал да спасибо бро я не понял зато честно 4 тем не менее да и наши минусы которые занесены критерий так описать с плюсами это будет так идеально но дальше 10 минут на рифму образ текст красиво на тебя будет большую 9 мне показалось что не нажимает по харизме за того что мне да согласен парализация вообще не придраться но после прослушивания песни еще что может быть по звуку не придраться а потому как и реализованы патру с точки зрения артиста да такое уже недоразумение ну да это принимается принимается бро принимается худший трек нет колик суви да спасибо не уровень артиста тем не менее до базов довольно высокая я очень недоумевание упущенного потенциала качество релиза текста структура от всего нет музыкальной части ноль претензий да вы очень даже хорошо возможно слишком сложная музыка инженерного готов морально не получите ему ты рассчитывал перед прослушиванием я не вижу тут уровень кока бабочка полетела и она пробует в некоторых треках в некоторых она такая ну да альбом не для всех вот что могу сказать по итогу добро чуваки это альбом большого артиста развитие музыканта с никнеймом кок мне очень нравится он раскрывает другие грани своего творческого потенциала очень очень крепко альбом мега выдержан в своей атмосфере перетекает показывает эмоции и идеи автора превосходно ребята этот альбом надо просто слушать и чувствовать вот эти разговоры о различных экспериментах меня так достали ну как музыка может развиваться без этого я с тобой согласен бро даже как будто бы хотелось большего неужели сложно просто принять этот факт что ты слушаешь кока внутри знаешь этого артиста ты слышишь сингл ты знаешь его предыдущие работы какие могут быть у людей вопросы к творческому взгляду музыканта блять как раз таки нахуй больше хотелось этого дерьма творческого я не понимаю все очень круто я могу поговорить только все превосходно да короче этого человека могу назвать профессиональным музыкантом респект большое спасибо творческим даже я бы сказал мало того что он профессиональный музыкант это ясен хуй бро но он творческий человек но спасибо принимается сложная коммерция для музыкантов коммерция для музыканта ну допустим произошли смешанные впечатления да 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 разве фраза может обрадовать слабость текста на релизе ммм да так же мне забыла более слабо тренинцы мага ну тут сравнивать вообще блять принимается слишком глубокое слишком глубокое погружение в артхаус вот блять не слишком как раз таки мая магнум опусковка в котором вышел на новый уровень да вот бля вот именно поэтому вот он достиг своего магнума опуса в одном направлении только тагич хули дальше эти рамки готовы хуй с ним двигаемся дальше вот типа чё это да сам будет изучение поэтому аудитории в этом я подумал что он наконец-то нашел себя но в дальнейшем выходит и пик уви такой прикол совсем не понял да ладно эксперимент тоже имеет место быть структуры каждой кучи сложные мне человеку предстоит как эту музыку может лучше удовольствием присутствует очень крутые моменты которые мне сильно нравится но в этих стреках я слышу неудачные куски да мне кажется у кого не справился да нагромождение куплет в ритме к местам не идеальная реализация вот нагромождение не знаю не или не идеальная реализация сто процентов сожалению не позволю настроить голове целостную картину прислушивания да рискну сравнить этот альбом с wild east от салуки который выходил чуть ранее в этом году хотя по настроению совсем не похоже но подход к музыке у кока и салуки очень близок они оба очень самобытные талантливые артисты которые пытаются создать интересное уникальное изучение на много целостнее соглашусь в каждом треке сения плавно и по виду и харизмой стилка кока с музыкой большинства треков не хватило синергии может быть выросла только два трека я эхо да прокляю интернет да бля красавчик бро база 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 мог бы издавать больше но как он сказал ранее страны да 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 спасибо принимается другой человек или все-таки нет 9 9 10 да 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 4 2 да да но в общем это как и на лицо что этот альбом не произойдет другим человеком с одной стороны я с ним согласен с другой нет согласен я потому что большинство песни с этого альбома прыгнул что-то не свойственно для себя на что-то что он раньше никогда не делал и дело фанаты бы просто не поняли не поняли вы без экспериментами он да 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 нахуй я читаю это вам на стриме если я все равно не читаю это понятно да читаю это для себя как будто бы я мог это сделать бы потом да наверное да за харизм на всем альбом я бы точно дал 9 10 баллов шикарно прочего за каждый но к сожалению в итоге все-таки остановиться на 9 баллов из-за индивидуальности такого последнее время как будто стал весьма узнаваем в некоторых местах недоразумение в бридже напомним стала солиста группа папина олимп совокупно все бассейнки с вернемся могу 4 балла за атмосферу я к этому альбом практически ничего не добавил да да джангл трек вышли трек эхо хорошо это является да 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 в твоей голове это трендовая сектуальность 2 принимается спасибо за такой интересный альбом да все спасибо спасибо бро спасибо ты не попал в настроение может быть бро стоит столько пожалей успехов и удачи удачи долгожданный теплый альбом от вовы из плюсов целостный гармоничный альбом все треки находятся на вселенной службы бля не могу остановиться читать ёбаный в рот и если фито только такой ну да 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 из минусов не самый сильный свидос честно говоря из-за разных типа старые треки то что дам бля может быть а кстати там можно было 70 да похуй 78 прекрасная думка салваризация в общем да самая землянда до кого-то продлину работу едем обведем мелом просто нечто все расслышали вальс жазы мотивами отдельное спасибо за этот трек да все блять все спасибо спасибо всем кто написал спасибо всем кто раз слушал постарался понять и написал похуй какую оценку лишь бы она была более-менее конструктивная не зарегистрирован артист пока на сайте и не может ставить вашим замечательным рецензиям какие-то сложные свои до авторские лукасы чтобы было с картиночкой кока типа он такой дэм бро ты выкупил или дэм ты не выкупил но это было интересно визуал еще есть флом а дальше альбом точно 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 смотрим визуал две минуты то мне пойду есть даже на я уже сейчас иду да потом буду альбом паш техника смотреть это было все равно интересно реально это было реально все равно интересно и необычно но он может больше я просто хуй за может у меня просто такие знаешь нереальные эти ожидания от него что-то как бы ну если не он то как будто бы вот в таком направлении вот чтобы соединить вот все это инструментальное звучание какой-то там и джангл даже соус с блюзом до какой-то и вот все и синты то есть как будто он должен прямо что-то сделать сумасшедшие вот и могу это прямо именно такой электронный мощный альбом а дальнейшая какой-то симбиоз жанров как будто он должен быть ну вот прям и он может это со своей любовью дикой к музыке вот прям он затащит короче я прям верю в него и тут я этого не получил потому что как бы аккуратная попытка с с коммерческими какими-то треками как-то все подмешано перемешано типа ну если чё я могу так ну в общем-то типа ой 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 типа вот я вот хочу вот прям вот говнище на тренд 1 до вот прям сложного душного дерьма на тренд 12 но зато атмосфера 5 баллов я по 8 минут готов слушать треки да заново букер федя приветствую тебя бро спасибо тебе большое за рейд спасибо тебе большое крепко тебя обнимаю целую спасибо я помню каменный остров там сияю как фосфор припев да 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 понимаешь я хочу вот из усы да от кока и он тот кто блять может это сделать реально может просто нахер посла все рамки искать так я чувствую музыку я люблю и у меня есть озарение медиками я творческий я сука творческий я сделаю это и он сделает это реально ладно ждем ты не вспомнишь прятки мы сейчас завиды делом с головой ты помнишь меня я был не такой что послышит нам чертой вместо небом и землей я забуду с верю будем лечить о тобой это самое лучшее все а а а а а а а Слишком зеленый-зеленый Вот здесь справа кайф зеленый Но мысли я хочу получать от Кокода Я хочу, чтобы он текст сделал хороший Пусть философствует о жизни О музыке, о любви О бесконечном, о вселенной О людях Рассуждение, саморефлексия, что угодно Но с хорошим текстом, ему это идет Да Кайф, кайф Кайф, кайф Трек оценивает номинацию Ага Продмесяца Да Да, идет Идет в номинацию продюсера месяца Да Спасибо 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 Сегодня, кстати, впервые удивительное совпадение Да, я, кстати, забыл об этом факте И в этой маечке, да, этой маечке как раз на шабаши, да Впервые я одел ее сегодня, взял в пакет Что-то забыл, что мы сегодня даже будем слушать альбом Кока И там это все произошло Это, короче, пиздец Кто понял, тот понял Ну, никто ничего не понял Да, спасибо, брата Спасибо, спасибо, спасибо А блога Нет Два трека забрали в плейлист Одно большое сердце и решай за меня Да Еще легко Просто легко Легчайше Можно забрать ее в плейлист На самом деле Трек недоразумения Как самый такой Ярко понятный, наверное Ярко понятный Тречок с альбома Ну, нет, наверное, блять Короче, так насобирать можно Где-то 4-5 треков Реально Можно насобирать Но пусть будут эти Все Спасибо в любом случае Может быть, я слишком Сильно в своих ожиданиях утонул Да, слишком вот прям пиздец Типа Но Я правда не вижу в Коки Никакой вторичности Никаких вещей по типу Ну, вот он там это То Какой-то вот этой истории Что вот где-то там Есть великие музыканты Они ого-го, блять А вот Ну, наши это вот хуеплеты Нет, я такого не вижу Он может выдавать На самый топовый топ И все, блять Это все, что я хочу сказать Поэтому и, соответственно, я жду этого Да Вот так